А вот широкие стопы или широкие стопы? Да, вторые стопы широкие. Случалось вам таких соперниц встречать? Ой, у меня постоянно они. Каждый раз, как не приеду, всегда с ними встречаюсь. Супер, спасибо вам большое. Не за что. Настоящая севастопольская чемпионка. Да. Побед вам. Спасибо. Чисто по-русски. Всем привет! Вы смотрите выпуск «Чисто по-русски», в котором мы уделим время ударения. В таких выражениях «широкие стопы» или «широкие стопы» – «предвосхитить» ответ или «предвосхитить». Ну и главное – «вы правы» или «вы правы». Как грамотно ставить ударение в таких распространенных выражениях? Вот «вы правы» или «вы правы», как думаете? Я думаю, вы правы. А почему на «а»? Ох! Вы правы, я считаю. Или правы. Ну хотя, нужно подумать, на самом деле, вопрос с подвохом, да? Или, как говорят, со звездочкой. Со звездочкой, да, с задачкой. Наверное, вы правы все-таки. Да, вы правы. Ну, наверное, вы правы. Правы. А вот «широкие стопы» или «широкие стопы»? Стопы. Тут сложно. Стопа. Стопы, стопы, наверное. Может быть, стопы? Не-не, я уверен, что стопы. А есть какие-то еще выражения, ну или слова, в которых сложно с ударением? Ну, можно назвать «творог», «творог». Хотя, вроде бы, это так и так правильно, но многие люди путаются. Я больше люблю «творог». «Творог»? Мне тоже. Одновременно, одновременно, я точно знаю, еще возникают сложности. «Перезвонишь». «Перезвонишь». Да-да. «Плотишь». А вот ответ «предвосхитить» или «предвосхитить»? «Предвосхитить». Точно? Да, думаю, да. Не «предвосхитить»? Ну, как-то странно, на самом деле, звучит даже, я бы сказала. А было такое, что вы предвосхищали ответы вопросов, которые еще не задавали? Ну, иногда бывало. Допустим, парень что-то, а вы такие «нет»? Да, сразу заранее, по двум словам уже, по двум буквам можно заранее ответить. Ну, наверное, тут я затрудняюсь ответить, к сожалению. Ну, что подсказывает, так сказать, женская логика? Ну, наверное, «предвосхитить». Или «предвосхитить»? Нет, через «и», на первое «и» ударение. «Предвосхитить». На второе «и» получается? Да-да-да. Не «предвосхитить»? Нет-нет-нет. А вот «предвосхитить» – ответ или «предвосхитить»? Я подозреваю, что на последний слог. «Предвосхитить»? Ну, теории. А как бы проверили, ну, вот какие-то слова или выражения? Есть у нас? Думаю, все-таки интуиция. А вы на кого учитесь? На учителя истории. Ух ты, как здорово. Да. Ну, вам точно нужно знать, где правильно, грамотно делать ударение. Это да. Например, Иран или Ирак? Это две разные. А, да? Да. Иран, Ирак. Точно, да. Да. Я не придумал никакой лучшей шутки. Давайте узнаем, как грамотно ставить ударение в этих словах. Правильно будут широкие стопы, потому что ударение во множественном числе, если вы говорите о части ног, падает на последний слог. Поэтому и получается стопы. Стопы – это что-то другое. Например, пачки бумаг или газет. Стопы книг. Так как же грамотно предвосхитить или предвосхитить ответ на вопрос? Грамотно будет предвосхитить. Слово – это литературное и в разговорной речи используется редко. Поэтому знайте, что грамотно говорить – предвосхитить ответ на вопрос. Предвосхитить – это глагол, который означает предугадать, сделать что-то раньше других. Опередить. Если ваш собеседник говорит вам «Вы правы», то знайте, он использует самую часто распространенную ошибку. А грамотное ударение ставить, конечно, на букву «А» и говорить «Вы правы». Знайте, как ставить грамотное ударение в этих словах и выражениях. И смотрите нашу рубрику «Чисто по-русски». Продолжение следует.